В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Очередной день чистоты прошел в нашем районе 22 апреля. В условиях режима самоизоляции организовали его не совсем обычно. На борьбу с мусором вышли только работники коммунальных служб и тех организаций, что работают в условиях карантина. Большая часть работ по созданию опрятного и чистого вида нашего города сегодня легла на плечи сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства. Если раньше свою лепту вносили и простые жители, то этот месяц внес свои коррективы. В настоящее время ведется побелка бордюров, деревьев и цоколей, уборка придворовых территорий и улиц. Данные работы работники жилищно-коммунального хозяйства будут продолжить и планируется завершение работ ближе к майским праздникам. Участвует порядка 150 человек. Это у нас все работники, в том числе уборщицы лестницы клеток, дворники, бригады слесарей, маляров. Все рабочие, мы как жилищно-коммунальное хозяйство работаем в повседневном режиме и работа такая же, то есть так же в повседневном режиме у нас все это убирается. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть у них имеются и маски, перчатки, соблюдают дистанцию, социальную дистанцию так называемую. В честь 75-летнего юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне работниками ООО ЖКХ была выполнена малая архитектурная форма, так называемая звезда, которую мы решили установить на перекрестке улицы Азельной и улицы Советской, для того, чтобы данный МАФ радовал горожан и гостей нашего города. День чистоты активно провели и в детском саду Рябинка. Сотрудники очищали территорию, убирали прошлогоднюю листву и мусор. По словам участников субботника, настроение хорошее, работа на свежем воздухе приносит положительные эмоции. Несмотря на то, что наши дети находятся на дистанционном обучении, наши воспитатели занимаются с ними через интернет, несмотря на все это, наши сотрудники вышли на уборку всей территории. При этом соблюдается масочный режим в перчатках и дистанция. Убираем мы все территории от старых веток, листьев, попозже займемся побелкой бордюров, деревьев, приведем всю территорию в порядок. Хотелось бы встретить наших детей в чистом, уютном детском саду. Не остались сторонней специалисты городской администрации. На закрепленной территории мусора накопилось много, уборка пришлась как нельзя кстати. Как и во всех организациях района, в условиях карантинного режима соблюдаются все требования. Масочный режим, наличие перчаток и социальное дистанцирование. Сбираем с правой стороны дороги и с левой стороны до забора кладбища и вплоть до самого конца. У нас на работе осталось только приемное, человек дежурит на телефоне и все остальные вышли на территорию по уборке. Мы собираем весь мусор в мешкотару, собираем на кучу и потом чуть позже будет выезжать с транспортной организации с нашей. По сбору мусора, мешковой мусор будет собран и отвезен на полигон. Мы рады навести порядок на прилегающих территориях. Это чистота для нас, для самих, для города. Я думаю, это все правильно и надо проводить такие мероприятия. Каждый участник этого дня внес свой вклад в общее дело, поддержание чистоты и создание общего благоустроенного вида нашего города и района. А значит, к следующему дню чистоты работы будет чуть меньше, а сам Янаул будет еще чище, аккуратнее и зеленее. Гульнара Сиддикова, Нилсафина, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. В пятницу 24 апреля начнется священный по мусульманскому календарю месяц Рамадан. Первый таравих-намаз будет прочитан ночью 23 числа. Из-за распространения в мире коронавируса в этом году аравих-намазы можно совершать лишь в домашних условиях. Традиционную проповедь имамы верующим тоже рекомендуют слушать онлайн. Завершится 30-дневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения у Роза Байрам. Со словами поддержки к мусульманам обратился имам Мухтасип Янаульского района Фагим Валеев. Бисмилляхи рахмани рахмин, уважаемые жители Янаульского района. 24 числа апреля месяца начинается у Роза. Это очень большое для мусульман мероприятие, духовное мероприятие. Поэтому 24 числа до восхода солнца, за 2 часа, человек должен уже приступить к этой важной работе. Во-первых, он не это желание объявляет, потом сахар кушает, и потом целый день до захода солнца он должен соблюдать все правила Роза. Особенно должен сказать, что в настоящее время очень неприятное, очень нехорошее явление – это болезнь. Не только у нас, во всем земном шаре, поэтому нам необходимо тоже особенно быть осторожным в этом плане. Поэтому Мухтых отряд Айнар Бергалин своим указом запретил в мечетах проводить такие общественные мероприятия. Только дома необходимо проводить. И даже диноза, когда последний путь провожает человека, там тоже необходимо соблюдать осторожность. Только родственники и считанные количества людей также участвуют там. Имам, тем более ответственный за эту работу, он должен соблюдать все правила безопасности. Он за это несет ответственность, чтобы болезнь переходить от человека к человеку, не дай бог. Вот таким образом все мероприятия проводятся согласно указаниям Мухтых отряда, согласно указаниям руководителя республики. Мы должны соблюдать все эти правила, чтобы быть живыми и здоровыми. И 23 мая вместе проводить, встречать и проводить Байран Ураза-Раипин. Очередное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференц-связи провел глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 23 апреля. В нашем регионе впервые с начала эпидемии коронавируса количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин. По его словам, по данным на 23 апреля в республике зарегистрировано 422 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 26 выявлены за прошедшие сутки. С выздоровлением за этот же период выписано 28 человек. Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. Радий Хабиров отметил, что это не значит, что мы переломили тенденцию. Но это уже очень хороший показатель. Также он поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный труд. На сегодняшний день в Башкирии с диагнозом COVID-19 госпитализировано 270 человек. Из них 216 больных средней степени тяжести, 55 человек в удовлетворительном состоянии, 34 тяжелых. Военком Башкирии Игорь Харченко попросил власти обеспечить проведение весеннего призыва с 7 тысячами тестов на коронавирусную инфекцию для 5150 призывников, медиков и сотрудников военкоматов. Военкоматы этой весной будут призывать сокращенное количество военнослужащих. Работа комиссии начнется 6 мая. С 20 по 30 мая должны быть отправлены 280 человек. Кроме того, с 25 апреля в Башкирии начнет ходить общественный транспорт до садовых участков. Радий Хабиров подчеркнул, что ездить в автобусах в сады разрешат в том числе людям категории 65+. Руководитель региона поручил продумать механизм, который обеспечит безопасность пожилых при перевозке. Напомним, ранее жителям региона в период действия режима самоизоляции разрешили выезд в сады на личных автомобилях не чаще двух раз в неделю. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на портале Дорога-02. Также глава региона поручил создать межведомственную комиссию. В нее, предположительно, войдут представители Совета при главе Республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества, Минздрава и Роспотребнадзора. Основная задача – защитить врачей больниц и поликлиник. Межведомственная комиссия должна посетить медицинские учреждения и проверить, все ли хватает врачам для соблюдения безопасности. Ставшая уже еженедельной в условиях самоизоляции раздача продуктовых наборов для учащихся льготной категории прошла в Янаульском лицее 21 апреля. Для удобства родителей и в целях профилактики недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сформировали две группы. Так, родители учеников начальной школы могли получить продукты с 10 до 11 часов, родители школьников старшего звена с 11 до 12 часов. Как признаются сами родители, в такой непростой период продуктовые наборы остаются ощутимой поддержкой. Продуктовые наборы формируются Янаульским комбинатом детского питания. Сегодня у нас идет раздача, как всегда, во вторник. Мы раздаем 125 пакетов, это для именно категории малоимущих, многодетных, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, инвалидам. Продуктовый набор содержит в себе натуральные суки, фруктовые, крупные изделия, расфасованные в соответствии со списком. Далее есть сливочное масло, есть печенье, далее есть макаронные изделия. То есть набор достаточно такой богатый, по мнению родителей, достаточно для того, чтобы прожить неделю. Они очень благодарные родители, которые получают данные пакеты. На этом я не прощаюсь с вами. Сразу после выпуска новостей новый выпуск программы «Криминальная хроника». 24 апреля ожидается ясная погода, возможно, небольшой снег. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 2-4, днем плюс 2-4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода, временами небольшой осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный и западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем плюс 2-7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника». 7 апреля среди белого дня преступление произошло в самом центре города, в доме на улице Ленина. Двое мужчин проникли в квартиру и похитили из прихожей женскую сумку с документами, кошелек и 7 тысяч рублей. По горячим следам преступника поймали и доставили в отдел полиции. Им оказался 42-летний житель Уфы. В этот же день мужчина дал признательные показания, похищенное изъято. Днем позже в отдел полиции обратился житель улицы Победы и рассказал, что неизвестные лица похитили с его кредитной карты без малого 60 тысяч рублей. Списание произошло еще в декабре прошлого года, но по всей видимости пропажу мужчина заметил только спустя 4 месяца. Днем 10 апреля помощь сотрудников полиции понадобилась 41-летней жительнице Янаула. Она рассказала, что три дня назад решила купить велосипед на сайте Авито. Неизвестные лица попросили оплатить доставку покупки. В результате обманной схемы с карты пострадавшей пропало 4,5 тысячи рублей. Уважаемые жители Янаульского района, убедительная просьба быть бдительными и осторожными. Как правило, мошенники находятся за тысячи километров от места преступления. Найти преступника и отследить перемещение ваших сбережений крайне сложно. Поэтому главное оружие в борьбе с мошенниками – ваша сознательность. Ни в коем случае не сообщайте данные своей карты третьим лицам. Особенно это касается секретного кода на ее обороте. При возникновении вопросов необходимо обратиться по телефону горячей линии вашего банка. Его номер можно найти на самой карте или обратиться в банк. 14 апреля в отдел полиции поступил звонок от жителя деревни Новотроицк. Молодой человек рассказал, что в районе улицы Якутова его обокрали, украли телефон и 400 рублей. Однако выездом следственно-оперативной группы факт не подтвердился. В этот же день с заявлением обратился житель села Рабак. По словам 37-летнего мужчины, минувший ночью в доме побывали преступники. И тайно похитили из барсетки 55 тысяч рублей. В совершении преступления подозревается молодой человек, живущий по соседству. 18 апреля от рук герского преступника пострадал 25-летний житель улицы Южной. Он рассказал, что знакомый мужчина нанес ему телезные повреждения и открыто похитил с его банковской карты 20 тысяч рублей. По подозрению, в совершении грабежа в отдел полиции был доставлен 35-летний житель Янаула. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Что побудило его на такой неожиданный поступок, теперь выясняют следователи. 12 апреля в нашем районе произошел несчастный случай. На 1204-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Карманово грузовой поезд сбил пожилую женщину. Пенсионерка пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных ран женщина 1928 года рождения скончалась на месте происшествия. Несмотря на то, что республика находится в режиме повышенной готовности и жителям региона рекомендовано оставаться дома, к вниманию это приняли не все. Так, вечером 9 апреля кулачный бой завязался на улице Якутова. В полицию позвонила жительница соседнего дома и сообщила, что на улице дерутся три женщины. Выездом было установлено, что 35-летняя женщина нанесла один удар ножом своей соседке. На помощь пострадавшей подоспела ее взрослая дочь. Вместе с матерью они и начали избивать нападавшую. В результате произошедшего все трое также дружно отправились в приемный покой больницы. 47-летняя женщина с диагнозом колот и резаная рана бедра, а у ее соседки диагностировали ушиб мягких тканей лица, параорбитальную гематому справа и многочисленные ссадины и царапины. Вот так за несколько минут добровольное самоизолирование превратилось в вынужденное. Еще одно подобное преступление случилось ранним утром следующего дня. На пульт дежурного поступил анонимный звонок. Незнакомец сообщил, что требуется помощь в 52-м квартале. Выездом было установлено, что местный житель 1978 года рождения нанес несколько ножевых ранений женщине без определенного места жительства. 54-летняя женщина с колотой резаной раны бедра, резаной раны предплечья, кисти, шеи и стопы была госпитализирована в больницу. 20 апреля дорожно-транспортное происшествие произошло на первом километре дороги Варяж-Новый Артаул. Водитель автомобиля «Лада Приора» 28-летний местный житель, двигаясь вблизи кладбища, допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия он получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер, ключицы, многочисленные ушибы и был госпитализирован. За две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Один человек пострадал. Выявлено более 360 нарушений правил дорожного движения. В том числе 75 водителей пренебрегли ремнями безопасности, 24 авторюбителя нарушили правила обгона, 5 водителей сели за руль в состоянии алкогольного обвинения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода и как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Продолжение следует...